Взять лучшие трех концепции и всех примирить – новая идея Павла Тулина. Ради нее бизнесмен и собрал пресс-конференцию, где дипломатично объявил, что раз все три лагеря болеют за парк, то можно и объединиться. По словам Тулина, у него уже есть сторонники. Петр Иванович Анисифоров уже принял наше предложение, и мы работаем совместно. Наши более молодые коллеги еще думают, но я очень надеюсь, что мы сможем найти некие компромиссные решения, чтобы объединить свои усилия. И все же концепция Тулина в его выступлении оставалась центральной. По мнению бизнесмена, парк должен быть местом активного отдыха и спорта. Нужно отвезти часть территории под открытый бассейн, большой спортивный комплекс, фитнес-центр, различные спортплощадки. Оппоненты говорят, в этом плане слишком много строительства, что испортит облик парка. Но бизнесмен готов работать под контролем независимых наблюдателей. Мы призываем к созданию наблюдательного совета, в который должны зайти неспокойные люди, неравнодушные и, самое главное, профессионалы. Это должны быть эксперты-архитекторы, это должны быть экологи, это должны быть общественники и предприниматели. Поспешное стремление всех примирить Тулин объяснил просто. Если до октября не прийти с готовым проектом в правительство края, то в бюджет следующего года не попасть. А значит, еще один год будет потерян. При этом, по словам Тулина, на все задуманные строительные работы может уйти максимум два года. Напомним, 28 мая общественники встретились, чтобы решить вопрос о возрождении парка. Были представлены три разных проекта. Первый отстаивал право парка остаться в нынешнем виде, который просто нужно обновить. Два других проекта предполагали глобальное преобразование, но за счет средств из разных источников. Либо частных инвестиций, либо господдержки. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.